Четыре автографа в одном музее. В областном художественном музее открылась выставка работ четырех запорожских авторов. Анатолия Грабчилева, Тамары Дружины, Галины Сапегиной и Степана Марчука. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. Единственный из всей компании художник эмальер, да и вообще Запорожье Степан Марчук занимается техникой на основе стекла с добавлением окислов металлов уже 45 лет. Его эмали – это самостоятельные станковые произведения, в которых автор говорит о гражданских проблемах и философских вопросах, рассказывает историю страны, казацкие предания и народные обычаи. Я не знаю, откуда можно взять тему, музыкант откуда берет, композитор тему берет. Она приходит, вот вышел на улицу, посмотрел, понравилось что-то и начинаешь притворять его в жизнь. То, что есть, что тебе понравилось. Но я не говорю о том, что это писать этюды. Я этюды не пишу в эмалях. Я просто делаю работы, которые мне нравятся. График Анатолий Грабчилев занимает одно из ведущих мест в Запорожской художественной школе. На выставке его «Сельские и городские пейзажи» мотивы природы выполнены акварелью и тушью пером. Большинство работ – это чистой воды импровизация, выдающая тонкую и романтичную натуру. Да, что сказать. Любите люди друг друга. Любите природу, любите наш край. Будьте счастливы. Галина Сапегина создает образы людей из прошлого. Здесь и Эль Грека, и царица Тамара. Благодаря своеобразной технике исполнения портреты и натюрморты кажутся сделанными несколько столетий назад. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Некоторые работы закончены буквально накануне. Что такое придумать? Его надо образно увидеть. То, что у меня от увиденного, услышанного, это может быть даже какое-то музыкальное произведение, которое что-то навеивает на тебя. Естественно, происходит какой-то образ у тебя. И ты начинаешь над ним работать, начинаешь думать об этом. Люди прошлых эпох есть и в творчестве Тамары Дружины. Вместе с изысканным колоритом и малейшими деталями автор передает не просто реалистичную картинку, а художественно трансформирует ее в соответствии с собственным вкусом и народными традициями. Почти сказочные пейзажи, натюрморты, портреты близких довершают картину мира этого талантливого художника.